Люди научились использовать энергии, чтобы причинять вред кому-то другому. Это будет самая худшая карма. Никогда не злоупотребляйте этим. Некоторые из вас думают, что сделают великое дело, исцелив кого-то. Если каждое мгновение своей жизни вы решали кармическую головоломку, это 90%. Для оставшихся 10%. Я с вами. Карма означает действие. Есть четыре типа действий — физическое, умственное, эмоциональное и энергетическое. Из всех этих действий энергетическое является самым важным, самым стойким и самым освобождающим, если вы совершаете его правильно. Если вы выполняете его неправильно, такое энергетическое действие может сказаться на вашей жизни гораздо больше, чем неправильные действия, совершенные на физическом, умственном и эмоциональном уровне. Итак, что я имею в виду под неправильными энергетическими действиями? К сожалению, мне пришлось стать свидетелем нескольких вещей, свидетелем которых я не хотел быть. Некоторые люди пытались злоупотреблять небольшой гибкостью в энергии, которая появилась после определенных практик йоги, или в особенности после определенной инициации. Есть некоторые слишком умные люди, которые, когда вы их инициируете, как только это произошло, когда они полны энергии, они хотят использовать ее для чего-то другого. Они хотят направить ее так, чтобы произвести впечатление на своих соседей, или заработать на этом деньги, или использовать ее каким-то другим образом. С помощью того, что было предложено им для их благополучия, они пытаются делать что-то другое. Такое может произойти. Или лучший пример? Видите ли, есть много способов, которыми вы можете совершить негативные действия. Допустим, вы сидели и думали о том, чтобы кто-то, кто вам не нравится, умер. Или вы даже думали о том, как убить этого человека. Это оказывает на вас определенное влияние. И на другом уровне у вас возникает не просто мысль, а сильная эмоция. В таком случае это оказывает на вас гораздо более глубокое влияние. Если вы действовали в соответствии с этой мыслью и эмоцией, и вы совершили действия, тогда это окажет на вас еще более глубокое воздействие. Допустим, вы понимаете, что если совершите эти действия, то могут быть последствия, поэтому вы нашли другой путь. Вы нашли кого-то, кто совершит определенный вид энергетического воздействия, из-за которого человек, который вам не нравится, умрет. Существует целая наука, посвященная этому. Одна из четырех вед посвящена этому. Она называется «Оторвана веда». В ней приводятся способы использования энергии на благо себе и во вред другим. Вы слышали такие слова, как «черная магия», «вуду», «били суньям», как бы вы это ни называли, где люди научились использовать энергии, чтобы причинить вред кому-то другому. Если вы пытаетесь повлиять на кого-то на уровне энергии для собственной выгоды, это будет самой худшей кармой, поскольку влияние подобного действия проникает в вас очень глубоко, потому что вы используете для этого свои энергии. Именно поэтому, даже для инициации вас в такой простой процесс, как Шамбови, я прошу вас сделать этот шаг, стать матерью для всего мира, чтобы вы никогда не злоупотребляли этим, чтобы вы воспринимали всех как своих, потому что усиление энергии должно сопровождаться глубоким чувством ответственности, усиление энергии должно происходить с более глубоким измерением принятия. Если вы будете использовать энергии без принятия, это будет наихудшей кармой. Поэтому те из вас, кто видит разительные перемены, происходящие в вашей жизни благодаря инициациям, должны быть осторожны. Вы должны быть предельно осторожны, и никогда не пытаться использовать данную вам для трансформации возможность, чтобы сделать что-то еще. Конечно, некоторые из вас думают, что вы сделаете великое дело, исцелив кого-то, вмешавшись в чудо-жизнь каким-то образом. Нет. Это будет самой худшей кармой, которую вы совершите. Потому что, если вы пытаетесь использовать свои энергии, когда вы все еще способны гневаться, вы все еще разделяете, что есть вы и что есть другие, что есть ваше и есть чужое, пока эти моменты все еще присутствуют, вы никогда, ни при каких обстоятельствах, не должны пытаться сделать что-либо на уровне энергии. Потому что это будет самой влиятельной кармой, которую вы совершите. По этой причине, перед инициацией, даже в такую базовую практику, как шамов, вы должны стать матерью для всего мира. Это также чудесный способ разрушить вашу карму, если каждое мгновение своей жизни вы проживаете с принятием, будучи матерью для всего мира, не делая различий между тем, что ваше и не ваше. Сейчас вы не можете не разделять, чем вы являетесь и чем нет. Но, по крайней мере, если вы избавитесь от разделения на ваше и не ваше, вы уже решили кармическую головоломку на 90%, поверьте мне. Вы решили головоломку на 90% для всех измерений кармы, для оставшихся 10%. Я с вами.